МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему дешевеет гривна? На что тратятся деньги налогоплательщиков, масштаба города и страны? Застрахованы ли регионы от дестабилизации? О происходящем в Днепре и Украине говорим сегодня в Гранях. Я Светлана Прудникова. Добрый вечер. И мой гость, лидер громадского СЛИ Загид Краснов. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Цены на продукты продолжают ползти вверх. И утешительных прогнозов по этому поводу пока нет. У нас наметились тенденции на подорожание базового сырья, такого как бензин дорожает. И по прогнозам будет до конца года дорожать где-то с темпами 50 копеек в неделю. А бензин есть в доставке всех продуктов. Ну, вы знаете, интересная ситуация. У нас бензин хоть дешевеет, хоть дорожает, все равно. Когда, точнее, бензин дешевеет, продукты все равно не дешевеют. Но в данном случае, конечно, не до шуток, потому что, действительно, продукты все дешевеют. Мы видим, как в конце года продукты дорожают, а гривна дешевеет как раз-таки. Разделились мнения экспертов. Одни говорят, что это каждый раз, накануне Нового года такое происходит, в принципе. Другие говорят о том, что проблемы в Нацбанке. Ну вот мы знаем, что глава Нацбанка уже 7 месяцев в отпуске, и буквально завтра есть вариант, там 70 на 30, что, возможно, у нас появится новый глава Нацбанка. Возможно, это будет нынешний ИО банкир Яков Смоли. Вторую фамилию кандидата пока держат в интриге, не раскрывают. Но решит ли это вопрос, решит ли это проблему? Как вы считаете, сможет ли Украина таким образом решить вопрос и цен на продукты, и сдерживание гривны? И есть ли вообще проблема? Может быть, Новый год пройдет, и все станет на свои места? Что же касается именно повышения цен на все, оно идет потихоньку, непрерывно. Возьмите, в последние годы год от года идет непрерывно повышение, ну, практически на все. Что же касается ожидания, что в следующем году будет резкий скачок цен, как говорят некоторые эксперты, некоторые говорят, да нет, уладится. Я вижу в этом причину немножко другую. Я вижу в этом причину в большей степени, кроме тех причин, которые идет постоянная инфляция гривны, то, что на нас немножко западные страны, в частности МВФ, начали более настороженно, более с недовольством смотреть, что сказалось, например, на пятом транше, который должны были уже осенью дать, но нам его не дали. Это почти около 2 миллиардов долларов, которые нам не дали, переложили на зиму. Почему? Потому что наш уряд не выполняет те обязательства, которые взяли на себя, в частности, это и антикоррупционный суд, в частности, это приватизация объектов. То есть все требования, которые они выставляли для того, чтобы победить коррупцию в стране и убрать, скажем так, те затраты, которые в бюджетах страны делаются, на неретабельные предприятия, на многое, что другое, куда непонятно уходят деньги. Деньги уходят, результаты обмит, реформы, пока только на словах. Поэтому транши перестали давать. Более того, я вам хотел бы сказать, допустим, такое сравнение, если, допустим, за 15-е и за 16-е, за 2 года, кстати, тогда, когда у нас были министры иностранцы, нам дали европейские страны и МВФ совместно, и с Японией, 27 миллиардов, вдумайте, цифра, 27 миллиардов долларов, то за 17-й год, когда те были уволены, или уж кто сам, кто был уволен, а взгляды или мнения про нас, у МВФ, и западных стран начали меняться в худшую сторону, мы получили всего 2,5 миллиарда долларов за год. Вы думаете, за 2 года 27 миллиардов, или же за последний год, за 17-й, всего 2,5 миллиарда долларов, плюс 2 миллиарда, которые мы должны были, я уже сказал, осенью получить, 1,9 миллиарда, его не дали. Это привело к чему? Это привело к тому, что Кабмин, понимая, что в дальнейшем, в частности, в 2018 году, не может получить так свободно кредиты с европейских стран, начала выпускать евроблигации, то есть евробонды. Уже Кабмин выпустил на 3 миллиарда долларов евробонды, которые сегодня 46% готовы купить Америку, а 36% в Великобритании, а остальные по-разному раскинутся. Это приводит к тому, что, скорее всего, к началу следующего года пойдет серьезная эмиссия денег. А что эмиссия гривны? Это инфляция, это повышение цен. Я думаю, зарплата к концу, допустим, следующего года, может и не только 4,100 стать в таком случае, а может и 5 быть, как Лешко говорит. То есть при такой эмиссии... Я поняла. Ну, то есть фактически инфляция все съедает, гривна падает. Тем не менее, в бюджет 2018 года заложен курс 30. 30,1, если быть точным. Ну, то есть если понимают, что действительно ситуация такая, что ожидать раньше нам в ближайшее время не стоит рассчитываться. Более того, в 2019 году мы начнем, должны будем начинать увеличивать размеры выплат внешнего долга. Зачем же тогда закладывать вот заведомо... Абсолютно не важно, что закладывается. Абсолютно не важно, что закладывается. Это же закладывается бюджет, который подается к Абминам как доходная часть 913 миллиардов. Доходная часть, вот премьер-министр говорит, в принципе, бюджет составляется из данных, которые дает Кабмин. Который собирает Кабмин. Вот по арифметике Кабмина бюджет будет 913 миллиардов. Но при этом выступая, премьер-министр говорит, что он ожидает, что бюджет будет рекордным за триллион, в минуточку, или у тебя с арифметикой плохо, то есть ты говоришь, что документ, официальный документ, ты принимаешь 913 миллиардов, а ожидаешь свыше триллионов. Но так не может быть. Человек, у которого есть арифметика, влады, но не может такие разбежности быть. Это ненормально. И когда такое правительство закладывает, допустим, инфляцию 9%, я могу ожидать, что инфляция может быть и 15% тоже. Если такое правительство закладывает, курс доллара будет, допустим, 30 гривен, я могу ожидать, что это будет и 33, и 34. Раз он в доходной части гуляет от 913 миллиардов до триллиона. Или свыше триллиона. Вот, знаете, в этом году смещены были акценты с содержания самого бюджета на то, когда он был принят. Вот мы много слышали о том, гордились буквально все депутаты, говорили, что впервые за долгие годы бюджет принят не под елочку, не под раннее утро, да, вот так все согласовано, все хорошо. И еще и такой великолепный бюджет называют социальным. Вот, кстати, согласны вы с тем, что это действительно социальный бюджет? И успехи ли в том, что вот быстро приняли, значит ли это, что вот все так действительно хорошо? Светлана, вы знаете, то, что бюджет приняли на ура, то есть, грубо говоря, где-то за месяц до конца года, я не знаю, это хорошо или плохо. С одной стороны, хорошо есть понимание. С другой стороны, плохо, наверное, что-то мы с собой решили. Да, то есть, я не знаю, что является здесь главным, что сыграло главную роль, что быстро так приняли бюджет, что всем все понравилось, мы с собой договорились, ты зарабатываешь там, ты зарабатываешь там, ты поставляешь пожарные машины и тому подобное. Или же на самом деле бюджет такой хороший? Это большой вопрос. А что же касается того, что... Я думаю, мы увидим в любом случае, это вот уже в ближайшее время. Нет, не бюджет увидим, мы увидим ситуацию, как будет развиваться, на что будут тратиться деньги? Бюджет страны, которым ВВП на душу населения 2000 долларов или 2200 долларов, где мы стоим на 133 месте, априори не может быть хорошим бюджетом, социальным бюджетом, бюджетом развития. Это бюджет, бюджет даже проедания, бюджет содержания, бюджет выживания. Вот это больше подходит. Никак не по-иному. Допустим, если взять даже, допустим, город, какой город составлял для себя бюджет. А если у нас взять город, бюджет, за который мы все проголосовали, это 13 миллиардов. А заявки на бюджет, которые давали департаменту управления, заявки, ну поверьте, это были самые скромные заявки, понимая, что с деньгами очень плохо. Заявки на 23 миллиарда, то есть на 10 миллиардов больше. Ну скажите, пожалуйста, какой это бюджет? Социальный это, бюджет развития, бюджет развития, бюджет выживания. Тоже самая ситуация и в целом по стороне тоже. И бюджет Украины тоже. Это бюджет выживания. Проблема является то, что у нас сегодня, если посмотреть бюджет, или же, допустим, ВВП страны на сегодня, и посмотреть то, что было до Майдана в 13-м году, у нас разница ВВП точно два раза. Если взять 17-й год, например, 96 миллиардов бюджет ВВП страны. 96 миллиардов. А в 13-м году было 183 миллиарда. Райца точно в два раза. А когда мы говорим, хлопаем, посмотрите, какой у нас рост ВВП, но рост ВВП 2%, 3% или 1,5%. Мы говорим 3%, но обычно где-то в районе 2% всегда выходит. Допустим, позапрошлом году было 2,5%, а в прошлом году было 1,7% рост ВВП. Это вообще ничего. С такими, скажем так, с такой скоростью, с таким ВВП мы на уровень 2013 года выйдем на 2032 году, то есть через день 15. Чтобы как-то быстро поднять экономику и вернуться на 2013 год, нам сегодня необходимо ВВП минимум процентов рост ВВП. Минимум процентов на 8. Не меньше. А сегодня мы выживаем только за счет того, что берем кредиты. Слава Богу, нам перестали кредиты давать. Я именно подчеркиваю слово слава Богу, потому что, может, правительство в таком случае задумывается, схватится за голову и будет думать, что же делать, как же выживать, может быть, пора начать работать. И за счет продажи госпредприятий, допустим, в бюджет этого года правительство включило 22 миллиарда за счет бюджет, доходную часть бюджета, 22 миллиарда за счет продажи госпредприятия. Да, 200 предприятий, вот буквально, различные там, химическая, машиностроительная, отрасли выставлены на продажу, 17 миллиардов заработали в этом году таким образом, 22 в следующем. Ну вот действительно, насколько мы потеряем на этом, и действительно ли это доход. И сколько кто-то найдет на этом. Да, скорее всего. Потому что мы понимаем, приватизация, схема эта коррупционная, государство обычно теряет, а кто покупает, находит, потому что у него покупает три раза, пять раз дешевле, чем он стоит. Ну, безусловно, когда страна находится не на пике своего развития, как раз таки наоборот, да, мы понимаем, что мы опустились на дно и еще немножко ниже, продавать сейчас, в таких условиях что-то продавать, явно дорого у нас ничего никто не купит. Ну, либо, либо, как вы говорите, определенные схемы и уходит это кому нужно. Я хочу все-таки вернуться к бюджету Днепра. Вот вы назвали цифру 13 миллиардов. Говорите, что это на самом деле мало, но с другой стороны, это на 3 миллиарда больше, чем в прошлом году. Этот бюджет в два раза больше, чем в Днепре, ой, в Днепре, чем во Львове. То есть, и это, в принципе, один из самых больших бюджетов в целом по Украине. То есть, да, понятно, что денег в него не бывает, но вот такая ситуация. И денег много не бывает, но важно то, как мы их тратим. Правда ведь? Ну, не важно, сколько это личные деньги, домашний бюджет, или это государственный, или городской бюджет. Вот как деньги, которые есть, правильно распределить. Можно распределить и большие деньги, ничего не получить. Можно, конечно же, и на чем-то сэкономить и правильно потратить деньги. Вот я хочу с вами на конкретном примере в Днепре помпезно презентовали освещение на Кайдацком мосту. Его подсветили за 13,5 миллионов. Оправданы ли такие затраты? Коментарии в нашем сюжете. Кайдацкий міст засвітився кольоровыми вогнями. Керманичі підкреслювали проект унікальний. Его родзинка – динамічне підсвічення, аналоги в якому немає в Україні. На мосту встановили 680 декоративних ліхтарів, вмонтували 25 зенитних прожекторів. Освітленням керують через комп'ютерну программу, яка здатна створити до 50 різних комбінацій кольорів. Один із режимов, він виглядить в виде національного флага. Ви, кстати, він перед нами зараз, ви можете його побачити. На освітлення переправи, який цьогоріч 35 років, чиновники не поскупилися і з міського гаманця виклали аж 13,5 мільйонів гривень. Кругленька сума одразу викликала шквал критики у соцмережах. Користувачі наперебій висловлювалися про недоцільність таких витрат. Било би круто, якщо обрадять внимание на состояние тротуаров, навіть в центрі яма на ямі, а мост, звісно ж, красиво. 13,5 мільйонів гривень це на вибір. Три низкопідлогових тролейбуса або 16 БУ троликів-гармошок, один кілометр капітально відремонтованих трамвайних колій, 8-12 кілометрів капітально відремонтованого тротуару шириною 3 метри, 60-70 острівців безпеки в бордюрі на нерегульованих пішохідних переходах. У мене остановки немає. Знівся дальнобойник по Донецькому шосе на Інгульській, Кировоградській. Ну, зато мост світиться. Ну, мост, безусловно, красивый, сказати нечего. С другой стороны, приємно отметить, как люди точно умеют у нас уже считать, да, що можна було купити на ці деньги, що можна було отремонтировати. Вот як ви считаєте, наскільки раціонально, в данному случае, і вообще бюджетні гривні в державному масштабі, наскільки ми їх раціонально тратим, вот даже то, що імеємо? Я даже не хочу этот комментировать, в данному случае мост, тому що це щось похоже на пір во время чуми, да, тому що, ну, є вовсім якісь приоритети. Але краще би освітили б дороги, чи краще би отремонтировали б внутриквартальної дороги, де с коляской ходити вообще невозможно, і многое, многое другое. Лучше отремонтировали лифты, які годами стоять. є більш приоритетні раціонально, якщо красиво, але не комфортно, це ненормально. Вначале потрібно создати комфорт, а потім вже красоту навести. Що ж кисається, в цілому по країні, уходя от цього вопросу, тому що навіть його там комментировать нещо. Нет, ну там освіщення тож там на площадках сделано, дополнительно понятно, що не тільки мост, вокруг тож роботи проведена, але понятно, що в районі цього моста. Але понятно, що приоритетних міст, я согласна, с Вами, в центрі багато розбитих тротуарів, согласна с тими людьми, які писали. У нас в городі, в частності, де огромне количество, десятки кілометрів убитих дорог. Согласна. Десятки виадуков, які треба ремонтирувати. У нас, де стоять сотні лифтів, вже годами, які не працюють, кровні, які текуть, кітельні, які старі, за які ми платимо огромні тарифи, чрезмерно тарифи, які не по карману сьогодні людям. Це те, що треба в першу чергу робити, а не освіщення. Хочете флаг на мосту нарисувати? Для чого? Для патриотизма? Так, покажіть патриотизм, «Во славу України! Решайте проблему України, а не флаг рисуйте». Поняла ваше мнение. Так же, да. Я не скажу, що у нас сегодня в країні немає рабочих місць. Євсь таке мнение, що потрібно зробити робочі місця. Але це такий поверхностний лозунг. Не потрібно зробити робочі місця, потрібно зробити робочі місця з достойної заробітної плати. У нас сегодня на предприятиях є навіть нехватка робочих, спеціалістів, тому що все уїжджають за границей. Євсь така проблема. І причем це глобальна проблема. Це зайдіть на любі підприємства. І не платять налоги, кстати говоря. Заводи, середні підприємства, кафешки. Возьміть любі сферу услугу везде нехватка спеціалістів, тому що все уїжджають. У нас уїжджають в Росію чи Польщу, з Польщи уїжджають куди-то далі, але у них проблем нету, хоч ми к ним приїжджаємо. Ну, сфера услуг там гораздо більше заробітно. Тому що люди іщуть там, де хороша заробітна плата. Тому що там можна заробітати в 2-3 рази більше. У нас сегодня в країні потрібно зробити підприємства, які способні давати достойну заробітну плату, щоб відсюду люди не уїжджали. Як я вважаю, як можна создавати предприємства, де достойні заробітну плату можуть давати чи платити? Перше – це создати інвестиційний клімат, щоб сюди приходили і строили предприємства іностранні інвестори, які можуть, у них є ринок сбито за границей, у них оборудований предприємства, які не строять, продукції высокого качіства, вони знають, куди його збувати, построються здесь і будуть здесь нам платити, нашим людям платити достойні заробітну плату. Вторе – те предприємства, які у нас є, сьогодні правительство десь нам стимулировать, щоб предприємства, хоч вони і частні, щоб вони переосношали, щоб вони модернізували, щоб вони выпускали конкурентоспособну на западних ринках продукцію, і на западних, і на восточних ринках, продукцію, які вони могли б продавати за доллари, які давали б їм хороші заробітки, і які, ісходя з цього, а їм було б у них можливість платити достойні заробітну плату. Як вони можуть це підтримувати? Як можуть стимулировати? Це теж елементарно. Тільки було б желання у правительства. Зараз, вони вони прийняти державу, які в них не було. Коли-то при Леониді Даниловичі прийняла така програма для металургічних предприємствів. І вони освобождались від налога, по-моєму, налог на прибыль, щоб вони ці деньги всажали в металургічні металургічні, щоб переосношати їх, модернізувати качество продукції, щоб було зовсім другое. Але, к сожалению, це не сработало тому, що всі предприємства работали через офшори і прибыль осідає за границей. Але, такі були. Сьогодні нужна нашій країні господарська програма, яка б і підтримувала, і давала б можливість нашим підприємам переосношати своє производство, модернізувати його. Перше, предоставляйте їм на льготних условіх кредитів. Беріть у Європи і предоставляйте на льготних условіх кредитів. щоб вони могли купити оборудовання, современне оборудовання, імпортне, і переосношати своє производство. Вторе, освободити їх от пошлин. Але не може бідні країни, бідні предприємства, брати кредити під больші процентні ставки і покупати за границей оборудовання, платити ще огромні таможні пошлин. зв'язку, зв'язку. Определите определенные приоритетные секторы производства или секторы экономики, которые вы считаете, что сегодня страна их будет развивать. Для страны приоритетные. Дайте им какие-то льготы. То, что сегодня в стране уже начал популистский законопроект, купу и украинский, да? Дайте им возможность приоритетную, чтобы государство в первую очередь покупало именно у этого сектора. Только не за 43% дороже, чем, скажем так, иностранный продавец. Нет. При одинаковых условиях. При тех же одинаковых условиях. Мы так поднимали наше предприятие. Ну вот, кстати, что касается модернизации, вы на одной из последних сессий Горсовета говорили о том, что необходимо модернизировать теплопоставляющие предприятия, что таким образом можно снизить тариф. Мы понимаем, что тариф сейчас, особенно в зимний сезон, да, уже увидели люди платежки за ноябрь. Понятное дело, многие взялись за голову, потому что, ну, не у всех есть возможность оформить условно там субсидию, но, тем не менее, отдавать там большую часть заработка за отопление тоже не каждому хочется. Такие предприятия, они модернизируются фактически постоянно, регулярно, вкладываются туда какие-то деньги. Никто не понимает, что происходит и почему продолжают расти тарифы. И по факту мы ничего не получаем, кроме новых платежек, где опять-таки видим повышение тарифов. В чем уникальность вот вашего предложения? Что вы предлагаете такого? Как же все-таки модернизировать нужно так, чтобы это повлияло в хорошем смысле на тарифы? Светлана, нет никакой уникальности моего предложения. Она абсолютно не уникальна. Я просто, мы сделали предложение или требуем у городского совета, чтобы заложили 10 миллионов гривен в бюджете города на проект или на проектирование модернизации наших котелин. Уникальность, как вы сказали, моего предложения заключается только в том, что я модернизацией называю модернизацией, не латанием. А именно модернизация – это когда вы снимаете, образно говоря, котлы савдеповские и ставите современные европейские котлы, которые потребляют газ в два раза или на 40% меньше. Это есть модернизация. Но не может быть модернизацией убрал, скажем так, котел савдеповский, поставил такой же другой, новый, но такой же другой. Это не есть модернизация. Латание – это не есть модернизация. Модернизация – слово, когда в итоге работ своих, ты можешь сказать, КПД теперь увеличился на столько-то процентов. Потребление газа уменьшилось на столько-то, тариф уменьшился на столько-то. Если ты не можешь сказать на выходе, по итогам работ, что тарифы уменьшились на столько-то процентов, это не является модернизацией, это является просто ремонтом. Просто у нас чиновники, для того, чтобы они тоже любят слово модернизации, и для того, чтобы красивую речь свою строить, говорят там, да, мы тоже проводим уже два года модернизации. Я хочу посмотреть котельни, кроме пилетных, которые сейчас строят. Я считаю, то, что сегодня в городе пошла программа строительства пилетных котелин, это чистым беспределом, это увеличением нагрузки на коммунальные предприятия тепловые, когда берут именно предприятия, такие как крупные больницы, участок, где школа, садик, больницы, то есть где государство или же город из бюджета 100% делает оплату за тепло, берут такие объекты, ставят свои коммерческие котлы, а не хотят брать частный сектор, не хотят брать высотные жилые дома, потому что там есть определенный процент неплательщиков. Минуточку. Если вы берете, вы берите кварталами. Но вы у города берете только объекты, где 100% оплата идет с бюджета города, а проблемные объекты, жилые дома не хотите брать. Тем самым процентное соотношение или процент неплательщиков увеличивается в целом, нагрузка на наши коммунальные предприятия, которые обслуживают наши дома, увеличивается. И это будет сказываться опять на тариф наш. Я понимаю, что для вас, и как для многих, жилищно-коммунальная тема, это действительно больная тема. И, кстати, мне немножечко странно. Для меня больная тема, когда подходит свое личное, когда имеет возможность, когда он стал чиновником или депутатом, свое личное ставит, заходит он в эти кабинеты со словами о том, что он будет заботиться о народе, о жителях Днепропетровска, а потом свое личное ставит выше городского. Я имела в виду больная. Я знаю, что вы очень много уделяете жилищно-коммунальной сфере внимания. Вы очень много ремонтируете дворов. И все, что, как говорится, все какие коммунальные. Ну, это громадская сила, а не с бюджета города. Вот, поэтому я имею в виду больная. Вы понимаете, насколько действительно туда, сколько нужно туда вкладывать и внимание, и сил, и денег. И, кстати говоря, странно немножко мне, почему именно жилищно-коммунальная сфера. Вот в 2018-м там, насколько я знаю, урезан бюджет. То есть даже меньше, чем в 2017-м году. Планировалось там чуть добавить, если будут изменения в госбюджете. Ну, не знаю, произошло это или нет, но на самом деле, действительно, вопросов открытых много. И, конечно же, наверное, где-то удобно власти, когда эти вопросы решаются за счет общественных организаций, за счет партий. Но, с другой стороны, все равно все вопросы, наверное, таким образом не решить. Я, извиняюсь, я не стал бы так обобщать этот вопрос, что за счет общественных организаций у нас в городе, кроме громадской силы, нет ни одной общественной организации, которая из своего фонда, из своего кармана ремонтирует городской жилой фонд. Ну, я сейчас уже не согласна. Поэтому, давайте об этом не будем говорить. Я вам вообще предложил бы депутаты, которые из бюджета города делают работу, чтобы их на телеканалах не показывали. Пусть делают из своих фондов частных, из своего кармана. Что же касается того, что вы сказали, что урезали где-то, добавили куда-то. Я, вы знаете, что касается бюджета государства, то есть государственного бюджета или же бюджета города, здесь не столько нужно рассматривать, куда дали деньги. Куда больше дали или куда меньше дали. Независимо, куда больше дали, то есть в какую отрасль, там, здравоохранение, образование, ЖКХ, там, еще что-то. Куда бы больше не давали, куда бы меньше не давали, можете быть спокойным в том, что и там не хватает, и там не хватает. И в третьем месте тоже не хватает денег. Я же говорил, при бюджете сегодня, которым принято для города, допустим, 13 миллиардов заявок было, бюджетных заявок от разных департаментов на 23. А если бы им сказали, дайте все заявки, которые вы считаете необходимы, чтобы город сделать нормальный, я вас уверяю, это было бы за 50 миллиардов. То есть это 4-5 раз как минимум больше было бы. Поэтому здесь не важно, куда сколько дали в этом году. Важно, как они будут осваиваться. Будут красть или не будут красть. Насколько прозрачные будут тендеры. Насколько прозрачные будут конкурсы. Если контроль удивительные вещи, мы все знаем, что воруют, но никого не наказывают. Вот над этими вопросами нужно задумываться всем. И людям, и чиновникам, и силовым структурам. Хочу, чтобы вы дали еще оценку свою политической ситуации в стране. Она сейчас очень непростая. С одной стороны, мы вот вчера, я и все, я думаю, многие наблюдали, как торжественно открывалась главная елка страны. Во многих городах открылись елки новогодние. В Днепре, кстати, в субботу планируется торжественное открытие. При этом мы видим, что протестное настроение присутствует. Ситуация с Акашвили. Это вот какой-то уже сериал, за которым наблюдают. И на самом деле, ну, сначала, может быть, несерьезно воспринимали, потом уже начали волноваться люди, что же на самом деле происходит, во что это может перерасти. Потому что люди все-таки есть, людей много. Вы тоже довольно часто бываете в Киеве. Как вы видите эту ситуацию? Я на это смотрю спокойно. По сути, власть и другого не должна была ожидать, кроме того, что сейчас начало твориться. Почему? Потому что я удивляюсь, почему власть на уровне Киева, в частности, не предпринимает каких-то решений для того, чтобы успокоить людей. Ведь элементарно этот вопрос решается. Для того, чтобы Майдан стух, чтобы разошелся, не нужно что-то строить, города не нужно. У Майдана есть определенные требования, и они справедливые. Майдан говорит, что все в стране разворовывается. Мы хотим антикоррупционные суды. Так, сделайте. Если вы не воруете, это я говорю, как правительство, да, если вы не воруете, то почему вам или за что вам бояться? Сделайте антикоррупционный суд. А если вы воруете, если вы боитесь, тогда это вам не место в правительстве. А вы считаете, что это решит вопрос? Я, 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 я сейчас доскажу, потому что это важный момент. То же касается депутатов тоже. А почему вы не принимаете? Боитесь, что вас поймают на том, что вы в каких-то схемах участвуете или что? Человеку, которого нечего бояться, ему не надо бояться проголосовать за антикоррупционный суд тоже. Кто-то говорит, зачем нам антикоррупционные суды, у нас и так есть суды. Да у нас суды все купленные, перекупленные, которые не принимают решения ни в ту, ни в другую сторону, пока или с той, или с другой стороны кто-то не позволит. Мы же это все прекрасно понимаем. Можно ли сегодня поменять судей общей юридикции судов? Невозможно. Почему? Да потому что там 5,5 тысяч судей. У нас в стране в судах общей юридикции 5,5 тысяч судей. Их невозможно поменять. Откуда ты найдешь 5,5 тысяч честных людей, которые будут работать в судах и когда будут давать деньги, не брать эти деньги. А для антикоррупционного суда достаточно судей, человек 100-150, не больше. Где гарантии, что они будут честными? Но вы согласны с тем, что 100-150 найти гораздо легче, чем 5,5 тысяч людей этим судям, зарплату достойную легче дать, чем 5,5 тысяч судям? Вы согласны с этим? Согласна, согласна. С другой стороны, у нас очень много антикоррупционных сегодня различных структур. И мы вместе с Россией на 131 месте по одному из последних рейтингов из 176 стран. Для меня это очень печально. И вы думаете, что антикоррупционный суд способен решить этот вопрос и мы победим коррупцию? Я уверен в этом. Рыба гниет всегда с головой. Это такая уже битая фраза, правда? НАБУ – это и есть тот орган, и антикоррупционные суды, которые хотят создать или хотели бы, чтобы создали, это и есть то, что будет заниматься головой. Правительством, депутатами Верховной Рады. Коррупция идет именно сверху вниз. Если наверху будут сидеть честные люди или люди, которые сидят наверху, не будут воровать, так и не дадут воровать внизу тоже. То есть, а что же касается, я думаю, никуда нам не деться, антикоррупционные суды будут, потому что это требование тех, кто нам дает деньги на пропитание. То есть, западных наших друзей или партнеров, или же МВФ, это их требование. Никуда мы не денемся. Потянем, потянем, но все равно мы его примем, и порядок у нас в стране будет. Это тоже, мы никуда от этого не денемся, и слава Богу. А что же касается по Саакашвили, для меня Саакашвили, что есть, что нет, абсолютно без разницы. Вопрос тут не в Саакашвили, вопрос, люди выходят на Майдан, давайте уберем Саакашвили в сторонку. У нас в этом году без Саакашвили 9 масштабных протестных акций было. Евроблях, вспомните, как врачи выходили на Майдан, вспомните, блокада Донбасса, вспомните, то, что было. Налоговый Майдан, вспомните. Их можно, я считал, вместе с Саакашвили этими протестами 10, без него 9. Вопрос не в нем. Почему о нем мы сегодня говорим? Он оказался из тех, всех, кто вышел на Майдан на сегодняшний день, более тяжеловесом. Вот именно в этом вопрос. Ни один тяжеловес, ни один, не сможет на Майдан вывезти людей, если люди не голодные. Если у людей нет недовольства. Люди выходят, потому что они хотят кушать, потому что им надоело. Кто-то говорит, в палатках сидят люди, которые проплаченные. Не, ну я думаю, в 14-м году явно не голодные люди выходили, так ведь? Люди выходили. Если даже в палатке сидят проплаченные, то это какая-то часть, другие не проплаченные. И более того, даже если проплаченные, ну какой нормальный человек выйдет зимой сидеть в палатке, если у него не безвыходка, если он не голодный, если его до этого не довели. Это же надо довести людей до того, чтобы за деньги зимой в палатке сидеть. Если даже так рассуждать. Но я уверен, большая часть этого ходит именно, потому что выйти и сказать, я с этим не согласен. Как вы считаете, регионы застрахованы от дестабилизации в нынешней ситуации? Я думаю, нас это особо касаться не будет. Почему? Потому что любые революции делаются везде, в любых странах, только в столице. На местах бывают определенные отголоски. Поэтому, я думаю, другого варианта я тут не вижу. И более того, люди, которые сегодня, определенные, скажем так, проявляют возмущение, потому что творится в Киеве, я им хотел бы сказать одну вещь. Когда люди недовольны, они выходят. У них должна быть возможность, у народа, выйти и сказать, я недоволен с тем, что творится в стране. Или же, должна быть альтернатива, должны быть какие-то законы, которые им, не выходя на Майдан зимой, дают возможность выразить свое недовольство. У нас нету таких законов. У нас даже не то, что законы, у нас до сих пор нету закона о референдуме. Вот когда президент говорит, вот будем проводить референдум по вступу в НАТО, на минуточку, у нас нету закона про референдум до сих пор. Ну, невозможно референдум провести. Точно так же, как нету законов, где люди могут свое недовольство донести законным путем до парламента, до президента, до других инстанций. Ну, то есть, Верховная Рада у нас работает фактически круглый год. Ну, если не брать там каникулы регулярные и так далее. Но вот столь важные вопросы, о которых вы сейчас говорите, и, собственно... А вы видите их работу? Ну, я же об этом и говорю, что да, они что-то же делают, они же что-то делают, они принимают какие-то законы. Ну, вот такие действительно стратегические важные вещи. Да, я не вижу, чтобы они вообще никакие законы принимали. Для меня закон, для народа законом является то, что нашу жизнь в том или в другом направлении меняет к лучшему. Назовите, пожалуйста, в каком направлении наша жизнь стала лучшим. Ну, смотрите, 2017 год назван годом реформ. Реформы в медицине, в образовании, в ЖКХ, это же все принимались законы. И фактически нам это все подается как... Я понял, спасибо, я понял. Я делаю, я же думаю, чего я так начал чувствовать себя хорошо. Тарифы теперь, думаю, чего же тарифы у нас упали. Мах тепло стало. Оказывается, у нас здравоохранение реформа была, оказывается, у нас лечение начали, услуги медицинские, народ начал хорошие получили. Я думаю, чего же у нас так все хорошо. Хорошо, я я понял. Ну, вот, кстати, о пенсиях, да, тоже пенсионная реформа, пенсии повысили. Фактически министр соцполитики говорит о том, что, ну, неплохо же теперь уже живут наши пенсионеры. Наши пенсионеры. Да, в отличие от тех, которые в Европе... Я надеюсь, что сейчас наши пенсионеры это слышат. Ну, вот что в Европе, да, конечно, там пенсии выше, но у них там нет льгот, нет субсидий. А у нас, в принципе, ну, пенсионерам пенсия на то, чтобы вот тратить на себя и все, все остальное государство покрывает. Я, знаете, высказывания эти, я считаю, кошунственными, министру социальной политики не следовало бы такие глупости говорить, что наши пенсионеры живут хорошо, потому что нашим пенсионерам дают субсидии, нашим пенсионерам дают бесплатный проезд в транспорте, а в Европе такого нет. Пусть он сам едет бесплатно в транспорте и субсидии пусть получает сами. А пусть нашим пенсионерам дают такие зарплаты, это связано с пенсией, как в Европе. И тогда наши пенсионеры с удовольствием будут платить и за транспорт, и за коммуналку. И за оставшие деньги, как в Европе, будут кататься по миру, жить в гостиницах хороших, сидеть вечером в ресторанах с компанией своих, скажем так, пенсионеров, гулять, отдыхать. Как это делать в Европе? Я думаю, пусть наш министр Рева поменяется тем, что он говорит с пенсионерами, пенсионерами, да, а пенсионерам пусть дает то, что получают европейские пенсионеры. Это глупость, это цинизм, его даже, может быть, он был в хорошем настроении и решил так неудачно пошутить. Я это еще могу понять. Шутка получилась неудачная. Ну, а Ваше, вот то, о чем Вы сказали... Извиняюсь, а что же касается пенсионной реформы, там есть, правда, и правильный хороший момент тоже, который заставляет сегодня, если ты хочешь получить пенсию, то ты должен пенсионный фонд платить. Абсолютно неправильно, когда кто-то платит пенсионный фонд, а кто-то никогда не платит пенсионный фонд, а по исполнению, скажем так, преклонного возраста, приходит и тот, и другой, и кто платил пенсионный фонд, и кто не платил, получает одинаково деньги. Ну, те люди, которые, Вы говорите, за рубеж уезжают, зарабатывают, они явно не платят пенсионный фонд. Абсолютно. Это несправедливо. Это несправедливо. Но, то есть, это в законе прописано, это часть закона про пенсионные реформы хорошая, я поддерживаю, но есть одно но. Есть такое понятие, закон обратной силы не имеет. Так же, да? В части реформы пенсионной я не вижу явное нарушение этого закона. Закон обратной силы не имеет. То есть, я считаю, было бы справедливым абсолютно, чтобы вопрос стажа, сегодня 15 лет трудового стажа, потом 25, потом 30, его приняли бы, но сказали бы, через, у нас закон, пенсионный закон будет таким-то, но вот необходимость стажа, чтобы получить минимальную пенсию, будет 15, а потом 25, потом 30, будет вступать в силу через, допустим, 8 лет. Чтобы люди понимали и сами делали выбор, им платить пенсионный фонд или нет. Чтобы они понимали, если они не будут платить, у них не будет стажа, они не будут получать пенсию, будут получать пособию, социальные пособия. Чтобы они делали выбор, до сегодняшнего дня ты платишь пенсионный фонд или не платишь. Хватает у тебя трудового стажа или не хватает Ты знал, что ты обязательно получишь минимальную пенсию Оно так было Тут вдруг в одночасье Все, с этой минуты люди не получают У кого нету 15 лет стажа Да подожди, это же неправильно Мы же жили по другим законам Если мы переходим на новые законы И это идет конкретное ущемление прав Представ 30% пенсионеров Или людей, которые уходят на пенсию Я думаю, должен быть переходный период Но ты не можешь Государство должно заботиться о народе Страна это и есть народ в первую очередь Ты не можешь вот так взять, урезать 30% пенсионеров И сказать, пошли вот туда-то До сих пор были другие правила Дай переходный период определенный 5 лет, 8 лет, 10 лет Даже принимая этот закон Классная с вами Ну что же, завершается очередной год 2017 Конечно же, хочется всего самого доброго И, конечно же, достойных пенсий Хочется пожелать нашим пенсионерам Но у меня очень короткий вопрос Буквально по одному предложению Вот как бы вы охарактеризовали 2017 уходящий год Буквально одной фразой Вот каким для вас этот год был Непонятно Чего ждете от 2018-го? Я жду от 2018-го и от последующего Что мы все возьмемся за ум За сучьему рукава И поймем, что все зависит именно от нас Следующий вопрос Как планируете новогоднюю ночь провести? Где и ски? Если я даже куда-то езжу в гости То это уже начиная со второго числа У меня традиционно Новый год В кругу семьи именно у себя дома И, конечно же Но к нам добавляются друзья обычно И, конечно же, чего бы вы хотели пожелать Всем нашим телезрителям Это жители Днепра и Днепропетровской области И много нас смотрят по интернету В других городах И, возможно, даже в других странах Безусловно, самое главное – здоровье Любви и счастья Добра Я все же, учитывая, что Мы долго говорили про политику Хотел бы одну вещь сказать Друзья, я хочу, чтобы мы поняли У нас все будет хорошо Потому что на самом деле Все зависит именно от нас Те страны, которые добились процветания Которые добились хорошей жизни Им Бог сверху не бросил эту жизнь Они в один момент поняли Что все зависит от них Они решили измениться Каждый сам измениться Для самого себя Изменишься ты Изменится и мир вокруг тебя Будут требования справедливые Будут их выполнять У нас, несмотря на то Что я на самом деле Искренне в это верю Несмотря на то Что то правительство, которое мы имеем Тех депутатов, которые мы сегодня имеем То положение дел, которое мы сегодня имеем Несмотря на все это Мы, по сути, обречены На успех, на процветание Но хотелось бы, чтобы это Не было когда-то А как можно скорее Это зависит от нас с вами Спасибо С наступающим Новым Годом Богу еще поздравить Спасибо, спасибо вам огромное За участие в сегодняшней программе Лидер громадько и ссылы Загид Краснов был сегодня нашим гостем Пусть окончание этого года Для вас будет легким А новый принесет успех И процветание каждому из вас И Украине в целом С наступающим И до встречи в 2018 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин